Здравствуйте! Это итоговая программа День с толком. О самых ярких событиях этой недели вам расскажу я, Ирина Корчагина. Что ж, сегодня второй день голосования в Алтайском крае. Главный выбор, который предстоит сделать жителям региона, касается губернаторского кресла. Как началась финишная прямая этой избирательной кампании, расскажет Анастасия Дороган. 111 819 человек. Столько жителей края подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и больше половины уже отдали свой голос. Новый для Алтайского электората инструмент объяснимо привлек к себе повышенный интерес. По словам председателя избиркома края Ирины Акимовой, большинство вопросов в региональный центр ЦИК перед выборами было посвящено именно работе ДЭГа. 24 из 38 вопросов поступили по новинке, которая на территории Алтайского края в этом году применяется. Дистанционное электронное голосование. Услышал, узнал, как мне попробовать. Или зашел на свою учетную запись, но пока что-то какие-то сложности испытал. Практически ни одного вопроса, связанного с теми или иными моментами правонарушающего характера не поступило. Все наши выборы открыты, легитимны, что нарушений практически нет. Скорее, они больше уносят какие-то технические характеры и незначительные. Но никаких проблем с волеизъявлением у наших избирателей не происходит. Главный выбор, который предстоит сделать алтайским жителям, определить будущего губернатора Алтайского края. Среди наиболее крупных компаний муниципального уровня – голосование за депутатов в Косихинском и Красногорском районах. 17 из 16 мандатов соответственно. Основным днем голосования, как всегда, станет воскресенье, но на участках уже фиксируют активность жителей. Правда, касается это взрослого населения. Я таких молодых людей не видел, как увидел старушку, которая бежит почти вперед, она забыла паспорт, вернулась и побежала снова к избирательному участку. Вот этому надо, наверное, и нашей молодежи учиться, насколько люди заинтересованы. Всего за эти дни отдать свой голос должны почти миллион 800 тысяч человек. Третий из них – жители краевой столицы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Перейдем к громкому судебному разбирательству, которое на этой неделе подошло к концу. Помните скандальную историю о драке на Старом базаре? Во время этой потасовки еще погиб барнаулец Павел Рохлов. Мужчина, который нанес роковой удар, Михаил Старцев сейчас отбывает наказание. И сам Старцев, и в целом его сторона уверена, что зачинщик этой драки, случайный прохожий Дмитрий Лопатин, несправедливо избежал наказания. В отношении Лопатина относительно недавно завели уголовное дело. Чем все закончилось? Смотрите в сюжете. Спустя три года судебных тяжб, история со смертельной дракой на Старом базаре подошла к логичному завершению. Напомню, в конце июля 2020 года между компаниями Лопатина, Старцева и Рохлова началась драка, в результате которой погиб Павел Рохлов. Роковой удар нанес Михаил Старцев. За это он получил 6 лет строгого режима. Сторона Старцева подала ответный иск за избиение на Дмитрия Лопатина. Судебное дело по нему завершилось сегодня. Изначально прокурор предложил для Лопатина 2,5 года в колонии-поселении. Сторона Старцева придерживалась мнения об общем режиме. Ну а судья вынесла приговор 2 года условного осуждения. Я считаю, что справедливый приговор. Но в плане наказания, учитывая личность и характер поведения Лопатина, можно было дать и лишение свободы реального срока. Также суд освободил его от денежных взысканий. Однако теперь Лопатину предстоит отмечаться у участкового. Подобное наказание можно считать мягким, учитывая, что максимальный срок по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести до 5 лет лишения свободы. По словам адвоката Старцева, это подсказуемая мера. Да, учитывая то, что ранее Лопатин несудимый, но однако вот его поведение, в том числе имевшее освещение в средствах массовой информации некоторое время назад, полагаем, что приговор не соответствует характеристике личности Лопатина. Адвокат Старцева пока не знает, будут ли они подавать апелляцию. Сторона Дмитрия Лопатина от комментариев отказалась. Однако, как нам стало известно, защита все же хочет обжаловать решение суда. На последнем слове Дмитрий Лопатин сказал, что не считает себя зачинщиком той драки. Однако общественность и сторона Старцева уверены, именно его навязчивость погубила несколько судеб. Данил Кузьмцов, День с толком. До Верховного суда готовы дойти родственники погибшего фельдшера из Алтайского края. Напомним, медицинского работника насмерть сбила девушка на трассе Барнаул-Новосибирск осенью 2021 года. В момент трагедии женщина-фельдшер сама спасала пострадавших в ДТП, которое произошло ранее. В итоге девушка получила условный срок, что, естественно, не устраивает семью погибшего фельдшера. Тему продолжит Валентина Аскерова. В декабре прошлого года Новоалтайский суд приговорил Дарью Волокитину к трем годам лишения свободы в колонии поселения. Женщина сбила на трассе Барнаул-Новосибирск фельдшера Валентину Катеневу. Медик приехал к пострадавшим в ДТП и стояла на обочине возле кареты скорой помощи. Волокитина, несмотря на работу спецслужб, даже не снизила скорость. Срок в три года лишения свободы показался мягким для семьи, но тем не менее в целом устроил. Мы не жаждали, как сказать, ей мести, ни крови, но мы согласились с этим. Не согласилась виновница. Подала жалобу в Краевой суд. Подсудимой назначили новое наказание. Три года лишения свободы, но уже условно. Но нам это трудно осознавать. Нам просто, не только нам трудно осознавать, и родственникам, и коллегам, и всем, кто знал ее. Нам просто это трудно. Ну как, сейчас можно действительно там соворовать телефон и посадить на три года. А тут человек погиб и по ее вине. Человек должен как-то нести наказание заслуженное. Ну а так на свободе все шикарно живет. Родственники не согласны с решением Краевого суда. Подали апелляционную жалобу в Кемеровский суд. Суд удалился на совещание. И через три минуты ровно выходит судья и сказала, в жалобе нам отказать. Семья погибшей ежедневно на связи со своим адвокатом. Готовит жалобу в Верховный суд. Очень тяжело. Очень. Мы никак не можем согласиться с вот таким приговором. И никогда не согласимся, наверное, пока не найдем правды. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Президент России поддержал идею присвоить Рубцовску звание города трудовой доблести. Накануне эту новость прокомментировал губернатор края Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Томенко написал, что это абсолютно заслуженное звание для Рубцовска, ведь город помнит трудовые подвиги своих жителей. Труженики помогали фронту в годы Великой Отечественной войны и внесли ощутимый вклад в победу. А в Бийске на улице Васильева на этой неделе вандалы повредили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Следственный комитет совместно с полицией ищет подозреваемых. Ходом дела занялся прокурор региона Антон Герман. Нарушители разбили стекла на памятных цифрах, а также подожгли табличку на мемориале, посвященному 30-летию со дня победы. Напомним, весной прошлого года здесь же открутили цифры с даты 1945, а ранее отсюда вывезли цепь из ограждения памятника. Возбуждено уголовное дело по статье 243 прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это повреждение расположенных на территории Российской Федерации объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны. Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы. Другой бийский вандал, сломавший звезду в Парке Победы в конце марта, получил за содеянное преступление 400 часов исправительных работ. Теперь они могут увидеть его лицо. Родственники красноармейца из Алтайского края Макара Сидорова, который во время Великой Отечественной войны пропал без вести, смогли наконец увидеть, как выглядел их отец, дед и прадед. Дело в том, что ни одного фото бойца, останки которого нашли и захоронили в прошлом году, не сохранилось. Для передачи портрета красноармейца на этой неделе встретились его родственники, исполнители реконструкции и депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Подробнее в сюжете. Путь Макара Сидорова домой был долгим. Его останки поисковики нашли ровно год назад, в сентябре, в Ленинградской области. При нем было медальон, а дальше по фамилии в группе поисковиков в отцапе нашлись родственники Макара Степановича и встал вопрос доставки праха на родину. За помощью обратились к депутату Государственной думы Александру Прокопьеву. Это кадры прошлой встречи депутата с родными Сидорова. Обсудили все моменты доставки и захоронения. И в ноябре прах красноармейца предали земле. Всем спасибо просто. Не знаю как. И так, как только его привезли, так я все время плачу и плачу. Ну теперь-то он упокоился уже. Да, теперь же все. 83-летняя Наталья Макаровна на могиле отца была совсем недавно. Часто ходят вместе с внучкой и правнуками. Но пока памятник без фото. Ждали, когда портрет Макара Степановича реконструируют. И момент настал. У меня эмоции переполняют. Сначала нашли такое событие. А сейчас еще и увижу, как он выглядел. Антропологической реконструкцией лица по костям черепа занимался барнаулец Артем Буимов. В прошлом году он рассказывал нам, насколько сложный этот процесс. Антрополог может по останкам человека сказать очень многое. Начиная от пола возраста, заканчивая какими-то индивидуальными усиленностями. Допустим, курил болец или не курил. Сейчас Артем учится в Казанском университете. И на встречу с семьей Макара Степановича Сидорова, организованной Александром Прокопьевым, пришла его мама, Галина Буимова. Поисковик с огромным стажем. Это математика. Это с помощью компьютерной программы? Нет, это не компьютер. Это чисто ручная работа. Восстановлением лица Макара Сидорова Артем занимался около месяца. Череп фиксируется с разных ракурсов на фото. И на основе этих снимков, по специальной методике, создается портрет. Это не первая реконструкция Артема. Портреты четырех бойцов уже были переданы родственникам. Сегодня я передал портрет Макара Степановича Сидорова и его потомкам. Теперь, можно сказать, окончательно восстановлена связь поколений. И семья знает не только, где и когда он погиб, но и как выглядел. И, возможно, внуки, правнуки найдут себе черты сходства. Это очень важный момент. Все присутствующие сразу сошлись во мнении, что правнучка – абсолютная копия Макара Сидорова, а дочь все оставшееся время не выпускала портрет отца из рук и вытирала слезы. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. На днях стала известна конечная стоимость строительства нового аэропорта в Барнауле – 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Такая информация появилась в системе закупки. При этом итоговая сумма на 200 миллионов рублей меньше изначально заявленной. Также определена компания, которая займется возведением нового терминала. Правда, ее название пока не раскрывается. Известно, что победителем стал единственный допущенный участник торгов из двух возможных кандидатов. Кстати, также накануне стало известно о новых рейсах, которые запустят из Барнаула. Это прямой рейс в Пермь. Первый вылет состоится 13 сентября. А также возобновление программы чартерных рейсов из Барнаула в Таиланд, а именно в Паттайю. Полеты будут осуществляться один раз в 10 дней. В аэропорту отметили, что это очень популярный маршрут. Зимняя программа с прямыми вылетами уже сформирована. На этой неделе в Алтайский край не пустили украинский шоколад. 19 тонн сладостей задержали таможенники региона. Санкционный товар, который собирались провести в Монголию, обнаружили в грузовом отсеке автомобиля в пункте пропуска Кулунда. Такого рода продукцию ввести через российскую территорию можно лишь в определенных пунктах пропуска, где на нее накладывают специальные пломбы, позволяющие отслеживать движение в реальном времени. Кулунда в перечень таких пунктов не входит, поэтому товар отправили обратно в Казахстан. А накануне в регионе еще задержали груз с опасными сосисками. 5 тонн сосисок с орделек направлялись в Казахстан. По данным Россельхознадзора, то, что было прописано в документах на продукцию, не соответствовало указанному на коробках. Были ли сосиски действительно опасными, теперь это уже никто не узнает. А вот жителям канатного проезда известно, кто несет для них опасности. Это черные осенизаторы, которые уже несколько лет отравляют жизнь людям многоквартирных домов. Несколько раз в день жулики на осенизаторских машинах заезжают в лес, делают там свои грязные дела и при этом на замечания местных отвечают угрозами. Продолжит Анастасия Дороган. Вот они, вот они, девочки, вот они, поехали, вот они. Местные жители нездорово реагируют на осенизаторские машины. Несколько раз за час баки опустошают в лесные колодцы, отравляя жизнь района. Невыносимо в чем, даже в квартирах пахнет, понимаете. Вот они слив произвели, отследили, быстро спускаемся. Во, невыносимо все люди на улицу вышли. Это что такое? Не знаем, что сливают и куда это сливается. Это уже длится, вот 12 лет мы здесь вот в доме, да, живем, а это длится еще раньше. Наш телеканал наблюдает задушные истории с 2020-го. Когда мы впервые поймали здесь за руку черных осенизаторов и даже поговорили, как потом выяснилось, с их начальником. Ну, я вас, конечно, спросите у кого-нибудь. А где там? Сейчас там никого же нет. Уберите от меня, пожалуйста. Нет, вы скажите. Я не хочу ругаться. Я с вами не ругаюсь, я просто задаю вам вопрос. Я гуляю, хожу по лесу, видите, нет? И гулять не прекращают. Здрасте! Автомобиль скрылся из виду и подозрительно остановился. Этот достопочтенный мужчина меняет уже третий раз точку, ждет, пока мы остановимся, но мы его преследуем. Позже выяснилось, что водитель осенизаторского авто помогал барнаульцу найти в лесу машину. Но не на камеру признался, что бывает и сам использует для слива лес. Напротив больница детская туберкулезная. Там сливали? Они там прям сливали. Там начали возмущаться, поликлиника, все. Трубы положили теплотрассу, все. И они начали вот щемиться по лесам. Все равно же знают вот эту систему, где, что, какие колодцы. В Барнауле ежедневно сливают больше сотни литров жидких бытовых отходов. Делать это законно можно в трех точках слива. На проспектах Космонавтов, Дзержинского и на проезде Южный. Последние принадлежат компании «Экопорт» на Космонавтов водоканалу. В организации нам сообщили, проблема острая, но они не имеют полномочий ловить черных осенизаторов. Поэтому советуют жителям заказывать услугу по вывозу стоков у проверенных осенизаторов. Снимала его на планшет, он прям в открытую говорит, что тебе надо. Мне сказал хозяин, где хочу, там и сливаю. Он мне за это платит. Все, пошла вон. А если вы засекли сливчика в лесу или другом неположенном месте, в водоканале рекомендуют сфотографировать нарушителей и номер машины и передать эту информацию полиции, Минприроды и Управлению Росприроднадзора Края. Жильцы канатного проезда составили обращение в АБЭП, прокуратуру и МВД и ждут от ведомств содержательных ответов о том, что сливают в лес на протяжении десятка лет. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Первая учебная неделя подошла к концу. Мы решили пообщаться с теми, для кого это была не только первая учебная неделя, но и первый опыт жизни в России, в Барнауле, а таких в нашем городе тысяча. Наш следующий герой – студент политеха, родом из Западной Африки. Парень расскажет, как ему обучение в Барнаульском вузе и успел ли он уже обрусеть. Почему решил переехать в Алтайский край? Сначала я решил приехать в Россию, получить высшее образование, так как здесь образование лучше. Когда я изучал информацию об этих университетах, я заметил, что уже в 1943 году этот университет был назван машиностроительным институтом. И именно из-за того, что я поступил на машиностроение, я выбрал этот университет. Почему именно машиностроение? Ну, с детства я очень, как сказать, любил машины, ну, все, что в связи с автомобилем. Поэтому я решил туда поступить. Как тебе наш политех по сравнению с своим предыдущим университетом? Короче, у меня замечательные преподаватели, которые мне много помогут. Они все желают для меня. Я чувствую себя как дома. В моей стране нет компьютера для всех. Но я заметил, что здесь есть компьютеры, где, ну, компьютерный зал, где студенты, у которых нет, могут иногда заниматься, вот. И в библиотеке тоже есть. Я видел три компьютера, где я могу работать. Но до того я куплю компьютер. Ага, слушай, а может, чем-то еще пользуешься в университете? Да, здесь, ну, есть, есть книги в моей стране. Но здесь я знаю из-за того, что, благодаря тому, что я видел, что есть много-много-много книг, которые могут студенты. То есть библиотека хорошая, да? Да, да, очень. Как тебе погода в Алтайском крае? Не холодно? Ну, я уже привык, я привык. Ну, когда я приехал, в то время было очень холодно. И когда я сразу вышел из самолета, ага, очень холодно было. Сколько примерно градусов было? Минус два, наверное. Аклесо, расскажи, пожалуйста, как тебе Барнаула? Я ходил на реку, и в моей стране мы живем на берегу Атлантического океана. Но здесь круто. Люди, девушки, все, все есть. И очень классно. Ну, замечательно. А вот пока что, что больше всего в Барнауле нравится? Ну, мне нравится. Ну, здесь мне появились много друзей, и я встретил арабов, я встретился с арабами, вот. И с пацанами, которые живут здесь, с ним я играю в футбол. Нет ли языкового барьера с твоими друзьями по группе? Когда иногда появились какие-то проблемы, я переведу, у меня есть телефон, и они понимают, что я не местный, и что я еще учусь. Твои русские друзья уже показали тебе особенности нашего менталитета? Не могу сказать, не знаю. Например, в баню ходить? Да, когда я работаю в Гуанне, да. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» на этой неделе впервые за 17 лет на родном льду дебютировал в чемпионате ВХЛ. В соперниках – грозный металлург из Новокузнецка. На историческом противостоянии побывал наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Он расскажет, как алтайские парни сломали кузнецкий металл. 7 сентября. Эту дату любители алтайского хоккея запомнят надолго. Матч против Новокузнецкого металлурга поистине легендарен. Впервые за 17 лет в Барнаул возвращается большой хоккей. Чемпионат ВХЛ – это подэлита российского хоккея. Такого не было со времен «Мотора». По этому же аташь перед матчем был огромный. Еще за час до игры болельщики выстроились в длинные очереди. Причем противостояние было как на льду, так и на трибунах. Поддержать металлург приехала немалая армия болельщиков. Очень классно, что хоккей большой возвращается в наш город. Я вот смотрю, давно уже не помню, что столько людей. Искал парковочное место минут 20, чтобы возле дворца поставить машину. Поэтому думаю, что наши ребята хорошо сыграют, порадуют публику. Будем ждать победы. Наверное, это будет у нас ничья, либо выиграет синие. Металлург вперед! Что ждете от сегодняшнего поединка? Конечно, победы металлурга. Победа будет за нами. С каким счетом? С счетом будет. Но мы выиграем. Аргентина и Ямайка 5-0. Всего первый матч сезона посетило почти 4000 человек. Экрус ответственности на плечах варнаульцев был виден невооруженным взглядом. Игроки Металлурга с первых минут пытались взять нить игры в свои руки, раз за разом штурмуя ворота хозяев. Но выдержав этот начиск, Динамо Алтай в середине первого периода провели точечную атаку. Ее итогом стала заброшенная шайба. Александр Редков поднял алтайских болельщиков на ноги. Всегда приносит радость, наверное, набранные очки, голы тем более. Но это не важно на самом деле. Как бы важно, да? Но самое главное, на табло счет. Команда победила. И мы счастливы сегодня. А так Динамо Алтай забросило еще одну шайбу у ворота соперников. Казалось бы, 2-0, можно выдохнуть. Но с этим гости не согласились. Металлург довольно-таки быстро отыграл одну шайбу. И вот тогда алтайские болельщики достали валидол. Все дело в психологии. Парни поверили. Хорошо, что забили первую шайбу. Дальше была непростая равная игра. Соперник очень мастеровитый. Ну, конечно, снимаем шляпу перед нашим голкипером. Да и, как я еще скажу, что все равно вся команда сегодня пласталась. И мы заработали своим трудом и желанием эту победу. Так Динамо Алтай забросило еще две шайбы ворота Новокузнецкого Металлурга, установив на табло окончательный счет 4-1. Воротарь соперник шикарный матч провел. Сейчас посмотрел, кратко по статистике. Вроде так бросков очень много сделали, но не смогли его переиграть. Переиграть, да, он нас обыграл сегодня, скажем, откровенно. Ну, закономерный итог матча. И действительно, Металлург бросил по воротам Никитина 49 раз. Наш голкипер пропустил всего одну шайбу. Мощная игра нашего стража ворот. Следующую игру Динамо Алтай проведет вновь на своем льду 13 сентября против воскресенского Химика. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Записать трек со звездой российской эстрады Димой Биланом мечтают многие вокалисты нашей страны. Но в ближайшее время сделать это сможет лишь победитель конкурса «Особенный вокал. Дети». В масштабном конкурсе аналогов, которым нет в России, примут участие талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Об уникальном мероприятии расскажут сами участники конкурса. «Есть особо одна и пожизненно, никуда никогда не спешит». В голосе и тонусе всего несколько дней остается до дня «Х». Выступление в конкурсе «Особенный вокал. Дети». Юная участница, десятилетняя Настя Лемешкина, усердно репетировала полтора месяца, чтобы принять участие в слепых прослушиваниях, поразить жюри и обойти 50 вокалистов своих соперников. «Я в себе уверена. Я думаю, что в финал я попаду точно и очень хочу победить в финале». «Почему решила заниматься музыкой?» «Ну, музыку я люблю давно и пела давно. Раньше на семейных праздниках я выучила песни и пела перед гостями». «Это со церкви лет?» «Наверное, лет с пяти». Настя Лемешкина – особенный ребенок. У девочки спинальная мышечная атрофия. Но она живет полной жизнью, как и другие участники конкурса «Особенный вокал. Дети». Благодаря волонтерскому проекту «Мехутка» удалось объединить 50 талантливых вокалистов с ограниченными возможностями здоровья и показать им, что возможности в мире все-таки безграничны. Победить в вокальном конкурсе может абсолютно любой участник. «Одиннадцатого числа будут проходить слепые прослушивания, из которых профессиональное жюри выберет десять финалистов. В финал пройдет только один ребенок. Финал будет двенадцатого числа. На протяжении двух дней жюри не будут видеть детей, дабы не делать акцент на их особенности. То есть жюри повернется к детям, к ребенку-победителю только двенадцатого числа». «На конкурсе я буду ведущим. Моя задача заключается подбадривать ребят, чтобы они выходили с хорошим настроением, выкладывались как нужно, не переживали ни за что. Поэтому такая вот скромная немножечко роль. Но нацеливающая ребят на успех». Победитель не просто получит признание, диплом и статуэтку, но и отправится в Москву на запись совместного трека со звездой российской эстрады Димой Биланом. Конкурс «Особенный вокал дети» на следующей неделе будет освещать и наш телеканал. Следите за новостями. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле завершилось благоустройство парка «Изумрудный». К обновлению зеленой зоны приступили в 2020 году. Во время последнего этапа реконструкции этим летом подрядчик обновил вход и ограждение, провел освещение, уложил дополнительные пешеходные дорожки. Также внутреннее убранство украсил новый амфитеатр. На все эти работы из краевого и городского бюджетов ушло примерно 110 миллионов рублей. Напомним, ранее, во время трех предыдущих этапов в парке появились первые дорожки для пешеходов и велосипедистов, урны, скамейки, беседки, игровые площадки, визит-центр и пруд. На следующий год в «Изумрудном» планируют оборудовать новые арт-объекты, а также место для занятия физкультурой и шахматный павильон. Кстати, сегодня в парке пройдет вечер памяти Юрия Шатунова, которому накануне исполнилось бы 50 лет. На концерте прозвучат легендарные хиты музыканта. Начало в 18.00 на площадке возле визит-центра. Вход свободный. Такое мы запомним эту неделю. Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию, рассказывать о том, что вас волнует. Телефон редакции 205-545. Далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». А я с вами прощаюсь. До следующей недели. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok